Привет, друзья! Меня зовут Егоров Артём, и сегодня мы с вами разберём решение 12-й задачи из ОГЭ по информатике. По условию у нас имеется фрагмент базы данных, в которой хранится информация о горных системах мира. И нам необходимо узнать, сколько записей из данного фрагмента удовлетворяет условию, не часть света Европы или высота меньше 5000. И давайте взглянем сразу на условие. В нём имеются две логические функции. Союз не обозначает логическое отрицание, союз или логическое сложение. И так как здесь стоят скобки, то первым действием у нас будет выполняться именно в скобках. То есть вначале выполняется дизюнкция, а уже потом выполняется инверсия. И давайте сперва пробежимся по строкам нашего фрагмента и скажем, какие строки подходят под наши первые условия. То есть часть света является Европа. Для этого смотрим в этот столбец. И первая строка. Здесь стоит Азия. Следовательно, она не удовлетворяет этому условию. Ставим крестик. Вторая строка удовлетворяет этому условию. В третьей строке вновь стоит Азия. Она не равна Европе. В четвёртой стоит Европа. Подходит. Африка не равна Европе. Не подходит. Северная Америка также не подходит. Как и Южная Америка. Как и Австралия. И вот эти две Азии. Затем давайте посмотрим на столбец высота И скажем какие строки будут удовлетворять вот этому условию Высота меньше 5000 Первая строка удовлетворяет Во второй строке 4807 тоже подходит нам Следующая строка не меньше чем 5000 Четвертая строка тоже нам не подходит Пятая также не меньше 5000 Эта тоже не меньше И эта не меньше 2230 меньше чем 5000 Ставим галочку И это не меньше И это не меньше И как я говорил Сперва мы делаем операцию или Или обозначает логическое сложение Оно истинно тогда, когда хотя бы одно из логических выражений истинно То есть если в нашей строке есть хотя бы одна галочка То эта строка будет удовлетворять условия или Смотрим на первую строчку У нас есть с вами одна галочка Это во втором условии Значит в итоге это условие нам подходит Во второй строке также есть хотя бы одна галочка В третьей строке оба крестика, то есть оба условия не подошли, значит мы также ставим крестик. В четвертой строке первое условие по Европе нам подошло, значит ставим галочку. В следующей строке оба крестика, значит не подходят нам. В следующей строке тоже не подходит. Затем также стоит два крестика. В этой строке у нас одно условие подошло, значит ставим галочку. И в двух оставшихсях у нас стоит крестики. Это мы выполнили операцию «ИЛЯ». Она выполнялась в скобках. И все, что нам осталось, это инвертировать результат этой операции. То есть ставим столбец не и просто галочку меняем на крестик, а крестик меняется на галочку. То есть делаем обратную операцию. И в условии нам надо сказать, сколько строк удовлетворяет этому условию. То есть считаем количество галочек и получаем ответ. Всего у нас их получилось 6. Таков ответ на эту задачу. На этом наш сегодняшний разбор подошел к концу. Если у вас остались какие-либо вопросы, я жду и в комментариях. Но сейчас я с вами прощаюсь. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...